Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. В предпоследних торгах, где мы вплотную подобрались к самому важному макроэкономическому релизу этой недели, а может быть даже и последних многих месяцев. Разумеется, речь идет о Европейском Центральном Банке и, возможно, обновленном векторе денежно-кредитной политики. Нас, конечно же, интересует решение, касающееся вероятного расширения программы количественного смещения, что мы будем использовать как еще одна прекрасная возможность для занятия тех затяжных коротких идей по главному валютному риску, которых мы придерживаемся в течение уже длительного периода времени. Нужна поддержка и, быть может, ее мы получим уже, разумеется, сегодня. Что касается брифинга, как и всегда, анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках АМАК. Сегодня величина бонуса 8% и также приурочим кодовое слово к сегодняшнему событию. Это интервенция, собственно, это и есть кодовое слово. Чтобы воспользоваться бонусом, все, как и всегда, предельно просто. Связывайтесь с вашим персональным менеджером и, соответственно, меняйте это кодовое слово на бонус на пополнение. Поскольку волатильность сегодня, мягко говоря, будет зашкаливать, я в этом ничуть не сомневаюсь, даже если мы не услышим фактических прорывных решений, достаточно будет последить за риторикой европейских монетарных чиновников. И она непременно станет причиной серьезного, скажем, такого катализирующего эффекта на движение и волатильности буквально всех финансовых активов. Потому что за заседанием Европейского Центрального Банка следят буквально все участники финансовых рынков без исключения. Это и трейдеры рынка Форекс, и фондовики, и те, кто делает ставку на торговлю деривативами и производными финансовыми инструментами. Но давайте не будем нарушать наш привычный сценарий. С кодовым словом мы разобрались. Давайте переходить теперь к нашему вступительному активу, с которого мы начинаем каждый брифинг. Это динамика и актуальные тенденции, которые показывает бренд. На текущий момент котировка 48.11. Видим то, что бренд по-прежнему торгуется ниже 50. Но я думаю, что вопросов, наверное, в связи с этим нет ни у кого. Все-таки достаточно оснований того, чтобы бренд и, в принципе, нефть торговалась на более низких даже уровнях, нежели те ценовые значения, на которых торгуется сейчас. И, говоря про фундамент, у нас, в принципе, пока все без изменений. В целом, наша логосрочная идея, связанная с реальным расхождением между спросом и предложением, мы от нее, разумеется, пока не отказываемся. Ну и, плюс ко всему, я снова обращаю ваше внимание на тот факт, что сейчас мы активно следим за динамикой запасов нефти США. И если во вторник, по версии частного агентства API, мы получили очень неплохой сигнал, позволяющий нам вернуться к идее, связанной с недостаточной загруженностью производственных мощностей на американских нефтеперерабатывающих заводах, что в целом будет выступать ключевой причиной сезонного характера для роста запасов. Мы ждали эту тенденцию уже, в принципе, четвертой неделе подряд. Мы можем говорить о том, что это полноценная тенденция роста запасов и, по сути, дождались. Хорошо, поскольку она полностью располагает к тому трейду, который, точнее, даже к тому направлению возможного движения нефти, который мы закладывали в основу трейдинга, поскольку рост запасов – это, разумеется, локальный фактор давления на позиции черного золота. Сначала проанализировали версию API, вчера уже официальная статистика, здесь еще круче запасы. Больше 8 миллионов баррелей за прошлую неделю. Поэтому, может быть, даже на следующей неделе мы сможем выйти на совсем амбициозные показатели. В 10 миллионов почему бы и нет, ведь сезон в прошлом году мы имели в этот период с такими отчетами. Поэтому Brent'у все-таки, наверное, придется сейчас готовиться к еще большему прессингу, который способен будет отправить этот актив ниже 47 долларов за баррель. Совсем долгосрочная идея предполагает возможность тестирования поддержки в районе 45. Но если Brent в ближайшей торговой сессии реально найдет основания, чтобы уважить тех трейдеров, которые делают ставку на sell, мы, конечно же, скажем ему спасибо, доберемся до уровня 45, а потом уже посмотрим, что с ним можно делать дальше. Что касается других факторов, стоит здесь отметить еще и очень слабые данные по экспорту Японии. В частности, он серьезно просел, что в целом возвращает нас к идее слабых макроэкономических релизов и фактической уже реализованной рецессии в рамках японского мегарегулятора. Поэтому слабость этого региона создает еще больше риски также для мировой экономики и, соответственно, не позволяет надеяться на те оживляющие, скажем, показатели спроса на энергоресурсы, которые могли бы быть, если бы экономика чувствовала себя лучше. Ну и, конечно же, касательно заседания. Напомню, что ключевое заседание пройдет в декабре, когда ОПЕК будет поднимать вопросы пересмотра квоты. Но, как я уже отмечал, вероятность того, что квота будет снижена, ничтожна. Я думаю, что для ОПЕК и Ближневосточного картеля в целом реально сохраняется главный посыл. Цель – это сохранить свою долю на рынке энергоресурсов, и они от этой цели отказываться сейчас не будут. Поэтому до декабря давайте планомерно продолжать оселить позиции WTI и Brent'а, и, может быть, мы доберемся как раз до тех целей, которые поставили. Хотелось бы, конечно. Что касается российской валюты, USDRAP, актуальные котировки 63.22. Видим, что рубль уже целиком переключился на позиции черного золота и, в частности, копирует те тенденции, которые сейчас характерны для Brent. Поскольку мы констатировали факт реального ослабления Brent'а, значит, такая же девальвация была характерна и для российского национального актива. Если мы перемножим, как я вас учил касательно простой математической формулы, пара USDRAP стоимостной эквивалент, соответственно, на стоимость нефти 48.11, то есть 63.22, на актуальные цены Brent'а 48.11, получается 3041 рубль. Минимально достаточным является значение повыше стоимости барреля нефти в рублевом эквиваленте. А значит, рубль по-прежнему, даже с учетом текущей актуальной ценовой конъюнктуры черного золота, считается несколько даже перекупленным. Значит, можно ожидать еще большее ослабление и движение как минимум в район 65. Мы не отказывались от нашей идеи, предполагающей еще большую просадку российского валютного актива против основных конкурентов доллара и евро. И продолжаем не отказываться от этой идеи и сейчас. Поэтому ждем 65, совсем уж долгосрочная цель. При сохранении серьезного такого посадочного эффекта для Brent'а, когда может быть, скажем, обозначены даже ориентиры ниже 45 долларов за баррель, рубль против доллара сможет рвануть, конечно же, в неблагоприятном свете для себя в район 70. Это долгосрочная наша идея. Идем дальше. Европейская валюта, актуальные котировки 1.13.50. Сегодня евро у нас не только привычный главный валютный риск, но еще и настоящий фундаментальный герой дня, потому что сегодня мы, собственно, как и все участники рынка, следим за заседанием Европейского Центрального Банка, за обновлением вектора монетарной политики, за ставкой. И после, опять же, публикации ставки, которая запланирована на 14.45 по московскому времени, спустя 45 минут в 15.30 будет уже проведена пресс-конференция, где представители Европейского Центрального Банка, ну и прежде всего Марио Драки, будут держать ответ за общую стабильность экономической системы, за финансовую стабильность и за будущие ориентиры политики денежно-кредитного регулирования. Поэтому сегодня, что можно ожидать от ЕЦБ? Если мы будем отталкиваться, опять же, от последних макроэкономических данных, скорее всего, именно это и нужно делать. Цепляться нужно за очень слабые показатели по индексу потребительских цен. Фактически реализованная дефляционная угроза, поскольку годовой показатель ушел на отрицательную территорию в минус 0.1. Если, опять же, применим к еврозоне практику и исторические реалии, характерные для Японии, промедление тогда, когда индекс потребительских цен находится на отрицательной территории и нет оснований для его разгона, может привести к еще большей просадке этого показателя. Если снижается инфляция, она непременно приводит к подрыву потребительской активности и более слабым показателям темпов экономического расширения. Поэтому ЕЦБ, на мой взгляд, обязан быть сейчас проактивным. Что это значит? Это значит то, что нужно помогать экономике, нужно расширять программу количественного смягчения, потому что на текущий момент это самый действенный инструмент. Ну, либо, по крайней мере, если уж и не принимать эти решения прямо сейчас, уважить рынки тем, что это решение может быть анонсировано в ближайшее время, до конца 2015 года. Соответственно, ЕЦБ со своей программой количественного смягчения более агрессивным выкупом активов создаст очень хорошие возможности и основания для продаж европейского долгосрочного характера. Нужно прекрасно также понимать, что помимо программы количественного смягчения монетарной власти ЕЦБ, европейского мегарегулятора, могут обсуждать еще возможность даже снижения ставки по депозитам. И да, действительно, она может быть еще ниже, но на самом деле, прежде чем это решение будет анонсировано, наверное, на рынке должен произойти форс-мажор, связанный с чрезмерным ростом главного валютного риска. Что может сейчас быть основой для укрепления позиций евро? Это повышенный интерес к защитным инструментам, тогда, когда евро будет использоваться в качестве валюты финансирования. Ну и второй, скажем, фактор серьезного роста главного валютного риска – это сигналы со стороны ФРС касательно того, что пока нет оснований для повышения процентной ставки. На текущий момент оба этих сценария не реализованы, значит, мы по-прежнему придерживаемся прежнему вектора, связанного с ослаблением позиций евро против доллара. И если сегодня мы дождемся соответствующей поддержки от ЕЦБ, я думаю, что наши ожидания будут вознаграждены, и мы сможем увидеть движение актива к нашей ближайшей серьезной цели, которую мы обозначили в районе 1 на 10 ровно. Поскольку актуальная котировка 1.1350, я уже отмечал, что можно попробовать использовать для долга среднего косрочного трейдинга. Сейчас уровень поддержки в районе 1.1350, что касается стопа, его можно поставить в районе 1.1450. Ну и ждем, конечно же, сегодняшней безумной волатильности, и будем надеяться, что она поспособствует закрытию профитной сделки, направленной на ослабление позиций главного валютного риска. Идем дальше. Доллар японская иена по-прежнему торгуется в районе 127, никак не решается двинуть выше и ниже. Но я думаю, что 28 октября, когда мы будем следить за ставкой АФРС, ситуация изменится, и на рынке появится серьезный буст, ускоритель для американца против японской валюты. Безусловно, возвращаясь к прежним прогнозам, комментариям, рекомендациям, я не отказываюсь от идеи покупки американца, потому что мы прекрасно видим, что доллар активно цепляется за макроэкономическую поддержку, за национальные экономические релизы, и не хочет уступать позиции своему основному конкуренту японской валюте. Действительно, доллар ориентируется на ФРС. Но поскольку до этого заседания, до следующего заседания еще, по сути, больше недели, сейчас стоит по-прежнему следить за комментариями представителей ФРС, высказывающихся касательно собственной индивидуальной позиции, субъективной, по возможным действиям американского мегарегулятора, направленным на ужесточение монетарной политики. В большинстве своем случаев и в целом, через, как я отмечаю, медианную оценку общих ожиданий по изменению денежно-кредитной политики, сейчас мы получаем больше следить в пользу того, что ФРС пойдет на этот шаг до конца 2015 года. И уж последние данные по инфляции создали для этого дополнительный стимул, чтобы ФРС уже не метил. Не забывайте также и про конкурента доллара и японскую валюту, потому что также мы в последнее время уделяем достаточное внимание этому активу и этому региону в целом, потому что 30 октября пройдет очередное заседание Банка Японии, где с большой долей вероятности может быть принято решение о расширении программы количественного смягчения. Напомню, что этот брифинг я начал с констатации факта слабых показателей по торговому балансу Японии, в частности, через снижение экспорта. Получается, что японская экономика реально входит в состояние технической рецессии, и она также, как и еврозона, нуждается в поддержке, тем более тогда, когда прежние меры не привели к должному позитивному эффекту, который хотелось бы увидеть. Поэтому вопрос расширения программы QE. На текущий момент в рамках Банка Японии эта программа реализуется в формате 80 триллионов йен в год, и при шаге, дополнительном направленном на расширение ее, она может быть увеличена до 100 триллионов йен в год. Поэтому для японской валюты это серьезный долгосрочный фактор ослабления, который нужно иметь в виду, и, соответственно, он станет еще одной причиной, которая должна позволить нам, вместе с прочими участниками финансовых рынков, которые верят в американцы, прокатиться по паре USD-йена в район 125. Это долгосрочная цель. Поскольку мы снова добрались до уровня 120, я рекомендовал рассмотреть возможность покупки американца против йены именно с этого ценового рубежа. Можно сразу поставить уровень стоп-лосса, ограничить потенциальные убытки в районе 118.50, потому что если пара просядет туда, мы будем уже думать и, соответственно, подстраиваться под актуальный уже новостной фонд. Фонд. Актуальная котировка 1.54.26. Сегодня в 11.30 по московскому времени, буквально через несколько часов, будут опубликованы данные по ороничным продажам. Судя по прогнозам, вроде бы как отчет должен быть хороший, но я хочу отметить на общую слабость сектора услуг и, соответственно, на общую слабость промышленного сектора, что в целом непременно должно повлиять и на потребительскую активность в негативном ключе. Поэтому лично мое субъективное мнение, сегодня мы вряд ли увидим очень хорошие данные по британцу, а значит, вполне возможно, что сегодня против фунта будет действовать уже и локальный фактор негатива. Не забывайте также о том, что мы по-прежнему стараемся следить и делать прогнозы более объективного характера по британцу и не в виде оснований для повышения процентной ставки в ближайшее время, для разгона индекса потребительских цен. Все-таки отмечаем пока возможность долгосрочных продаж по британцу с возможностью коррекции пары фунта-доллар в район 1.52. Также рекомендовал в ходе вчерашнего брифинга рассмотреть возможность коротких сделок через отложенные ордера селл-стопа с уровня 1.54. Эта идея по-прежнему актуальна. Давайте последим за возможностью и, скажем, тестированием этой поддержки и уже оттуда будем принимать решения о трейдинге. Поэтому селл-стоп 1.54 и ждем как минимум уровень 1.52. Для долгосрочных трейдеров можно попытаться посидеть даже и до значения 1.50. Ну и еще пару слов хотел сказать про канадца. Поскольку вчера была опубликована ставка, как мы ожидали, она осталась без изменений, но целых 0,05%. В целом после этого прошла еще конференция руководства Банка Канады и согласно конференции здесь нужно уяснить тот момент, что в связи с общими рисками, которые характерны для мировой экономики, в связи со снижением цен на энергоносители, руководство Банка Канады было вынуждено пересмотреть прогнозы экономического расширения до конца этого года, в частности, в лучшем случае 1% на 2016 год, 2% и на 2017 год повезет, если экономика прибавит 2,5%. То есть риски сохраняются, в частности, не забывайте о том, что Банк Канады не отказывается от идеи, направленной на ослабление курса национальной валюты, чтобы создать более комфортные условия для национальных производителей, увеличить экспорт и, соответственно, поспособствовать хоть какому-то оздоровлению экономики. Ну и плюс ко всему ослабление национальной валюты для той экономики, которая зависит от цены на энергоресурсы тогда, когда цены серьезно проседают, это возможность нивелировать этот эффект слабости. Такая же логика характерна и для российского рынка, и для российской экономики. Вчерашняя реакция, собственно, была ожидаема по Канадцу. Мы увидели движение пары USDCAD в район 1.31.15. Это восходящее движение доллара против Канадца около 150 пунктов. И после, опять же, вчерашнего выступления представителей Банка Канады, я считаю то, что мы получили достаточную поддержку для нашей идеи касательно того, что USDCAD имеет все основания, чтобы снова добраться до уровня 1.35. Нефть, скорее всего, будет и дальше ослабеть, что в целом будет выступать ключевым негативным фактором для канадской экономики. А поскольку вчера мы услышали, что не ожидается достижения целевого показателя по инфляции в 2% раньше 2017 года, значит, у Банка Канады есть возможность пространства для маневров, соответственно, чтобы еще раз снизить процентную ставку. Если это произойдет до конца этого года, мы непременно увидим уровень 1.35. Собственно, на этом все. Еще раз напоминаю, что сегодня кодовое слово «Интервенция», величина бонуса 8%, и сегодня мы погружаемся с головой в макроэкономический фон европейского происхождения и следим за ставкой ЕЦБ и пресс-конференцией. 14.45 ставка, пресс-конференция спустя 45 минут в 15.30. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, оставляйте их на нашем официальном канале на YouTube. Всего доброго. До свидания.